Значит, в 1904 году, то есть 100 лет назад, Раф Кук написал небольшую заметку, не опубликовал даже, в дневнике осталось, ее напечатали в 1921 году, в которой он изложил программу развития иудаизма на ближайшие пару столетий. То есть, вот вы спрашивали, что все модернизируются. Совсем не все пишут программу модернизации на ближайшие пару столетий. Более того, я не знаю ни одного религиозного направления, которое бы написало программу развития на ближайшее время. Максимум, что говорят, что у нас не хватает вот этого пункта и вот этого, надо немножко подправить. Но чтобы написать программу на столетие, это тотально, это феноменально. Теперь, программа выглядит следующим образом. В еврейском обществе есть три основные идеологические группы, а все остальные размазаны между ними. Три основных идеологических центра. Первый центр, еще раз, это 1904 год. Первый идеологический центр, это ортодоксия, для которой главное это цара и заповеди. Изучение цары, соблюдение заповедей, это центр жизни ортодоксального еврейства. Вторая группа, это национальные, националисты. Для национальной группы самое главное, это создать еврейское государство. Да, кстати, это написано в Израиле, да, уже в 1904 году он приехал в Израиле, я это написал. Теперь, третья группа, это универсалисты, для которых главное это общечеловеческие ценности. Вот есть три главных идеологических центра в еврейском народе. Ортодоксы говорят, главное цара и заповеди, националисты говорят, главное создать государство, универсалисты говорят, главные общечеловеческие ценности. Это социология, это ревиальная, да, это всем понятно и всем очевидно. Это не эволюция, это так, это предисловие. А революция стоит в следующем, что, говорит Равкук, главная ошибка религиозных людей, это представление о том, что будущее иудаизма, это будущее вот этой группы. И, соответственно, ортодоксия, это и есть иудаизм, вот это и есть, а это все мелочи. На самом деле, будущее иудаизма, это интеграция ценностей всех этих трех групп. Каждая группа несет в себе важнейшие ценности, без которых иудаизм не полон. Эти группы вообще возникли, сформировались именно потому, что революция перестала нести вот эти идеалы и вот эти идеалы. Национальные идеалы и универсальные идеалы оказались из-за ортодоксии исключенными. Теперь, почему так произошло? Не то, что кто-то был плохой дядя, а потому что Израиль, еврейский народ в смысле, был в изгнании. Жизнь в диаспоре – это жизнь принципиально неполноценная. Принципиально. Не может быть никакого нормальной еврейской жизни в диаспоре. Не в Нью-Йорке, в котором полтора миллиона евреев. Ни в каком другом месте диаспоры. Поскольку жизнь в диаспоре принципиально неправильна, дальше объяснить почему, это все длинное слово, то главным вектором жизни диаспоры становится сохраниться. Вот придем мы в любое еврейское место. Вот еврейский музей. Чем занимается еврейский музей? Он сохраняет еврейскую культуру. Придем мы в синагогу. Чем вы занимаетесь, ребята? Мы сохраняем еврейскую традицию. Придем мы в Есси. Чем вы занимаетесь, ребята? Мы сохраняем изучение Тары. Вся наша жизнь в диаспоре – это загробное существование. Душа есть, а тела нет. Чем занимается душа в загробном мире? Она вспоминает, как было хорошо, когда я была полноценной душой. Когда у меня было тело. И поэтому ничего не остается, кроме как уменьшить, скукожить иудаизм до соблюдения заповедей, изучения Тары, закрыться, ощетиниться и сказать, только меня не ешьте, я маленький здесь сижу в норке. И вы, пожалуйста, меня не трогайте. И это иудаизм диаспоры. И поэтому он потерял и вот этот уровень, и этот уровень, и национальный, и универсальный потерял. Не потому, что он кто-то плохой, а потому, что иначе не было бы способа выжить. Чтобы выжить, нужно скукожиться и залезть в норку. А иначе бы не выжили две тысячи лет. Никто другой не выживал никогда. Поэтому в свое время Эта Раби Акива развернула иудаизм так, что иудаизм смог сохраниться. И замечательно, и поэтому он гений и великий. Великий, так сказать, учитель. Но произошел поворот. Вдруг, неожиданно, мы вернулись из диаспоры. Вдруг возродилось еврейское государство. Вдруг возродилась еврейская полноценная жизнь. А иудаизм по привычке думает то же самое, что он думал в диаспоре. Как он жил в загробной жизни, он не заметил, что произошло воскрешение из мертвых. И вот только он не заметил, что произошло воскрешение из мертвых, он стал неадекватен. Теперь, настолько же иудаизм изменился 2000 лет назад, когда разрушенные храмы изгнали, евреев, израилов и саимов, настолько же он изменяется сегодня, когда восстановили страну. Храм еще не восстановили, мы в процессе. Но уже само восстановление страны настолько кардинальное изменение, что его не заметить просто невозможно. Всякий, кто его не замечает, неадекватен. То есть Бог нам дал страну, а они говорят, да ладно, все то же самое. Суббота была, филин был, кашу был, дальше все то же самое. Это просто быть крепым. Понятно. Теперь, мы возвращаемся к тому, что Юземыр Афкук написал программу развития иудаизма. И эта программа состоит в том, чтобы взять идеалы национальной группы, и идеалы универсальной группы, и идеалы и наследия ортодоксальной группы, и все это вместе интегрировать. Вот это и есть программа развития на... Он не стал там на несколько столетий, но в общем, вот такую программу он дал. Ортодоксальная группа активнейшим образом впитывала идеалы национальной группы. И это было... Там по-разному. Какие-то люди отсюда переходили в ортодоксальную группу и за собой тянули эти идеалы. Какие-то люди из самой ортодоксальной группы воспринимали. Но этот процесс шел очень-очень активно. В результате возникло два направления внутри ортодоксов. Теперь, понятен такой, надеюсь, тезис, что в процессе интеграции ценностей происходит расслоение социума. Привиально это, да? Когда у нас есть ценности, которые интегрируются, то часть социума их воспринимает, а часть не воспринимает. Тем самым социума расслабляется. А в следующем поколении он еще больше отдаляется. И получаются две социальные группы. Тем самым сегодня в Израиле есть две социальные группы ортодоксов. Одна это ортодоксы старые, которые называются на израильском языке хоридим. Ввиду отсутствия термина по-русски их называют ультра-ортодоксами. Хотя на самом деле ничего особенного ультра в них нет. Они просто та группа ортодоксов, которая не воспринила национальные ценности. К ним относятся литваки, хасиды, всех видов причем, да? Хаббаты, не хаббаты. Третий это, допустим, сефанский хоридим. Но все это одна группа хоридим. В израильском языке хоридим где-то 8-10% составляет. А другая группа, которая восприняла все эти ценности, она носит название религиозной сианисты. Или на израильском жаргоне вязаные типы, которых 15% еврейского населения, и которые интегрировали полностью национальную повестку дня и ортодоксальную повестку дня. Это две группы религиозных ортодоксов Израиля. Вместе 25% населения. Теперь. Вот этот путь пройден сегодняшним израильском обществе левые антирелигиозные, вот так правильно сказать, они не религиозные, они антирелигиозные. Те, кто группы левые, которые антирелигиозные, для них хоридим не опасны. Они их могут купить. Потому что если им дать денег на ешивы, то они согласятся с любой политикой правительства. Больше 90%. Они поддержали и ослы, и все что угодно. За определенную сумму денег. Теперь. Религиозных сионистов купить невозможно, потому что религиозные сионисты хотят сами управлять государством. Не получить финансирование на ешивы, а захватить руль этого государства. Это совсем другой уровень запросов. Не то, что мы хотим для нашей группы получить чего-нибудь преференции. Мы хотим выхватить у вас руль управления этим кораблем. Это совсем-совсем другой уровень конфликта. Теперь. А с универсальной группой интеграции не произошло. То есть за 100 лет вот эта интеграция была сделана, а вот эта интеграция не была сделана. Отсюда естественный вывод. Отсюда естественный вывод. Ты мне не подсказываешь. Да, очевидно. Естественный вывод, что это программа нашей работы на следующую пятидесятилетку. То есть задачей является интеграция в иудаизм универсалистских ценностей. в процессе этой интеграции, очевидно, произойдет расслоение религиозных цианистов. Кто-то, может быть, даже добавится из Харидим. Харидим модерни тоже такие есть. Но в основном, конечно, произойдет разделение религиозных цианистов. Теперь, вот это разделение, вот это, это сегодняшняя война. Не вчерашняя. Вот эта интеграция, быть за государство, против государства, а это государство, соответствует ли оно Талмуду, соответствует ли оно мудрецам, это споры 100-летней давности. Это все удел историков. Ни одного серьезного человека эти вопросы давно-давно не волнуют. Это позавчерашний день. Сегодняшний день, это сам другая война. Ту войну мы уже выиграли. То есть выиграли. Не в том, мы ее выиграли, что мы убедили Харидим, что религиозные цианисты правы. Мы ее выиграли в том смысле, что мы доказали, что это ничем не хуже, чем это. Например, хасиды вели войну против Меснагдим. Сутью войны хасидов против Меснагдим не было в том, чтобы всех литвоков обратить в Хасиды. И всех Меснагдим сделать хасидами. Конечно, нет. Сутью войны было доказать, что хасиды ничем не хуже Меснагдим. И хасиды эту войну выиграли. Потому что сегодняшнее точное зрение, разумеется, кто-то может начать приводить доводы Виленского гаона против хасидизма. Но все посмеются, что это удел историков иудаизма, а вовсе не реальность. То есть то, что было в начале 19 века, было тотальной войной на всей еврейской части оседлости Литвы против хасидов, война была жесткой. Война была с доносами царскому правительству, как вы знаете. Людей сажали в тюрьму вообще за это. Но сегодня, ну кто это будет эти доводы приводить? Это мы просто посмеемся. Это такой же интерес, как обсуждать дискуссии между рационалистами и мистиками в средневековой Силософии. Это очень интересно для темы лекции. Но это давно-давно-давно не сегодняшняя проблема. Это давно старая война, которая интересна историкам войны. Но генералам эта война неинтересна, мы давно не воюем. Как же литвы тисхасидами? Это интересны историкам элигии, но это не сегодняшняя война. Хасиды выиграли эту войну. Они доказали, они поставили себя на карту, все они равноправны с литвоками. В этом смысле религиозный сионизм давно выиграл войну. Не потому, что он доказал всем литвам, всем хорегимам доказал, что государство Израиль соответствует Талмуду. Это все подавчерашний день, три заклятия, это все классика. Только в России может быть кому-то интересно. Или уже совсем как-то людям, которые в подапрошлую войну играют. Сегодняшняя война другая. Сегодняшняя война это новая намечающаяся революция, следующий этап этой революции, а именно дихотомия дихотомия религиозного сионизма на два направления. На тех, кто воспринял только национальные ценности и сказал, стоп, хватит, больше не берем. И они называются в современном иудаизме словом хардаль. Хардаль. Хардаль – это харидидатилууми. То есть, такое сокращение харидидные религиозные сионисты. Ксюмарон нехтарий, но неважно совершенно. Никто ксюмаронов не боится. Которые сказали, вот это мы восприняли и точка. Больше не хотим. И другая группа, модернистов, которые говорят, не-не, ребята, это только начало. Это мы восприняли, а теперь на следующий этап идем. И идем на активную интеграцию универсалистских ценностей. И вот это настоящая сегодняшняя война. Одни еще не имеют четкого определенного названия. Модернисты. Вот я нахожусь ровно вот в этом месте. То есть, занимаюсь продвижением этой группы. Универсалистские ценности. Линия связи. Здесь была линия связи уже реализована, а здесь линия связи намечающаяся. Вот это? Вот здесь вот. А здесь не было интеграции. А, видишь ли, мы всех съедаем и тех, и других. Ведь наша задача захватить все. Правильно? Как сказал Карабас-Барабас, правда, все мое Карабаса-Барабаса. Поэтому мы, разумеется, собираемся захватывать все. Теперь. А националисты универсалисты продолжают менять с собой напряженку. Нам она неинтересна. Мы отобрали из национальной группы всех самых активных пассионариев. Теперь, как мы их отбираем? Отбираем их очень просто. Тот, кто уже занимает позицию, его переубедить невозможно и не нужно. Мы играем на следующее поколение. То есть, мы отбираем пассионарные личности из тех, кто только приходит в мир. Даже не обязательно ожидается, а приходит, в смысле, молодой человек, который только активно формируется. Как мы его отбираем? Отбираем мы его очень просто. Есть протодоксальные ценности, есть национальные ценности, есть универсальные ценности. Всякая душа рождается с определенной предрасположенностью к определенным типам ценностей. На языке кабалы каждая душа подключена к божественному свету в определенной точке. Вот там, где данная душа подключена, там она чувствует себя активно. На иврите это называется замечательным словом харед лэ. Вот быть харед вот такого хаиди отсюда, но вообще харед это вот прямо с неистостом воспринимать какую-то вещь. То есть, одно, это ты так спокойно относишься, ну да, я вообще за это, а другое, я вот за это обязательно. И так по-русски это сказать. По-русски я использую термин, что он западает на данную искру. Потому что я никакого другого термина не придумал по-русски. Но вот харед это быть к чему-то очень чувствительным. Вот это очень чувствительно души приходят с этой предрасположенностью, к разным вещам. Потому что разные души подключены к разным элементам божественного света. И поэтому душа, которая приходит сто лет назад с национальной предрасположенностью, она уходит из иудаизма. Потому что в иудаизме нет национальных идеалов. Понятно. У нас классический пример всегда самый такой классический из классических это Бен-Гурион, который вот молодой сидит в своем городе Плонске, сидит он в Ешиве, там в Хедере учится, туда поезжает посланник сионистского движения и говорит ребята бросайте все это в Ешиву и он остригает пейс и выкидывает Алмуд и задав штаны бежит за сионизмом. Почему он бежит за сионизмом? Потому что его душа такая, а его рядом сидящие молодые люди послушали и сказали нафиг. А, я объяснил, как мы души все забираем. Это очень просто. Если сегодня приходит в мир душа с национальной направленностью, то она попадет сюда, а не сюда. то есть приходит человек с острым чувством необходимости национальной ориентации. Надо страну изриально заселять, нужно армию, нужно государство, нужно экономику, нужны национальные ценности. Хватит нам прозябать в диаспоре 2000 лет. Такой человек в начале XX века уходил из иудаизма и шел в нерелигиозные националисты. Сегодня такая душа попадет в религиозные сионисты. То есть те, кто приехал из России совершенно нерелигиозными, но очень правоориентированными и попали в поселение, все стали религиозными. Ну, если кто-то научил, а потому что они естественным образом, они видят, кто движет эту систему, но все, если это религиозно, значит, мы к ним прибиваемся, потому что они самые крутые ребята в этой области ведут туда, куда надо. Понятно. Теперь, поэтому создавая вот это направление, мы отбираем пассионарные души следующего поколения. Здесь то же самое. Да, поэтому вот здесь вот не развелось интеграции, просто потому, что все души здесь ослабли. То есть, если мы сильные души утащили сюда, то здесь остались слабые души, а слабым душам интеграция не нужна. Теперь, как происходит интеграция с универсалистами? Происходит она следующим образом. Нужно взять универсальные ценности в этих ценностях, которые сегодня имеют вид против иудаизма, то есть оппозиция. Раньше националисты и отодоксы были оппозицией, а сегодня это все вместе. Сегодня в израильской политике это называется правые и религиозные, а это левые. Сегодня, а 100 лет, 50 лет назад, когда государство сдалось, было что-то иначе. Было эти религиозные, а эти национальные. А теперь у нас все вот эти правые и религиозные, а эти левые. Теперь, кстати, в еврейском народе сегодня де-факто две трети, 60% это вот эти, а левые сохраняют баланс государства только благодаря арабам. То есть здесь еще есть арабы, которые на левой стороне, и потом вместе с арабами получается более-менее равновесие. Поэтому выборы неизвестно куда сдвинутся. Но внутри религиозного народа правые религиозные давно имеют 60-70%. То есть две трети заведомо. Так вот, что такое универсальные ценности? Примеры. Например, универсальной ценностью является наука. Поэтому ответ на вопрос. Наука имеет религиозную ценность или наука только такая техническая прагматическая вещь, это и есть водораздел. Если наука прагматическая вещь, то, конечно, все ездят на машинах, и все летают на самолетах, и все пользуются телефонами. Но если наука имеет религиозную ценность, то человек, который создал что-то физики, математики или биологии, он совершил религиозно ценное действие. То есть также человек, который построил поселение и продвинул жаренскую армию, продвинул жаренство государства, он не просто построил очередной дом, где можно жить, или помог защите, или помог экономике, а он совершил религиозно ценностное действие. То есть все это интеграция ценностей, или что-то же самое увеличение смысла. Что такое увеличение смысла? Что делается увеличение смысла? Некоторая вещь, она имеет смысл религиозный или не имеет? Вот это и есть главный вопрос. Существование государства имеет религиозный смысл, религиозную ценность? Или это практическая ценность? Поэтому всем нам удобно, что есть государство Израиль. А кроме удобно, это еще и духовно ценно или нет? Это не всегда одно и то же. Если у нас есть перекресток и на нем стоит светофор, то светофор совершенно необходим, чтобы не было аварий. Но если можно светофор убрать и заменить его мостом или там проездом, так чтобы не нужно было светофор, то мы светофор прекрасно выкидываем, то же сам светофор никакой религиозной ценности не представляет. Светофор представляет только техническую прагматическую ценность. В самом светофоре ни о коей религиозной ценности нет. Он только помогает не делать аварий. Теперь, и вот с этой точки зрения государство, или развитие науки, или развитие искусства, или израильская армия, это все имеет духовную ценность, или это только прагматическая ценность. Нам важна израильская армия, чтобы она нас защищала, потому что мы должны иметь собственное государство, или вопрос только в защите. Поэтому если будет британский мандат, то готовы мы отказаться от государственной независимости, если англичане обещают нас хорошо охранять. Понятно. Имеет ли то, что мы сами себя в состоянии защитить, религиозную ценность? Или это вот только прагматическая ценность, чтобы нас не убивали? Смотрите, разница, да? Наука. Имеет ли развитие науки религиозную ценность? Или наука – это просто прагматическая вещь, но, понятно, нам всем хочется, чтобы был получше дом, в нем побольше места и тепло, и еду можно было купить хорошую в магазине, не задорого и быстро. А не надо было всю жизнь посвящать тому, что молоть зерно там, и из него печь лепешки. То есть, это духовная ценность или только прагматическая? И вот здесь вот я сделал. Теперь, национальный, вот этот религиозный сионизм, он осознал религиозные ценности в национальных ценностях. Но не было осознания религиозной ценности в универсалистских ценностях. Теперь, и всегда это осознание ценности не идет напрямую. Не то, что все национальные ценности были включены в религию, не то, что все универсальные включены. Среди них проводится отбор, из них проводится вычленение сути. И это процесс вычленения сути, это специальный процесс извлечения иска, совсем не простой. Всех отсылаю в книжке, учебнику по проведению религиозных революций, в которой вы можете все там дальше найти, как это делается, это все дело техники. А по сути дела это осознать. То есть, имеет ли наука религиозную ценность? А если да, то где это написано? Как очень любят говорить некоторые. Ответ это написано на первой странице тары. Когда Бог сотворил человека, он ему сказал, владитесь и размножайтесь, наполняйте землю и властвуйте над нею. Следовательно, власть человека над землей это религиозная заповедь. Это не прагматическое удобство для того, чтобы нам было теплее жить. Это религиозная заповедь, данная человечеству. Чтобы властвовать над землей, абсолютно необходима наука, технология, социум, государственное формирование и вообще цивилизация. То есть, постоянная цивилизация является религиозной заповедью. Если ты не участвуешь в развитии цивилизации, религиозной заповедью ты монтируешь важнейшей религиозной заповедью. Вот вам простейшая схема интеграции в иудаизм науки. То есть, интеграция в иудаизм науки не занимается вопросом, какая физическая теория хорошая, а какая плохая. Ньютон прав или Эйнштейн прав. Или там дарвиновская теория, она правильна, она неправильна, она положительна, она отрицательна. Этим иудаизм заниматься не должен. Здесь должен заниматься совершенно другим. Иудаизм должен сказать, развитие науки – это религиозная заповедь. Если ты вообще занимаешься развитием науки, то вот тебе большая золотая медаль за участие в большой религиозной заповеди. И когда иудаизм так скажет, то, и это не просто скажет один раз, а когда это войдет в некую аксиому религиозной жизни, то тогда отношения между религией и наукой изменятся. Точно так же, как они изменились между иудаизмом и национальной группой. Мало было сказать, строить поселение – это хорошо. Надо было сказать, если вы строите поселение, вы делаете религиозные заповеди. Как только так сказали, и когда это проникло, так тут же появились активные молодые люди, которые из религиозного соображения пошли строить поселение. И вот тогда они их построили. То есть задача религии, первейшая задача религии – это определение ценностной картины социума. Что является правильным, что является достойным – вот это и есть главное, чем религия в социальном аспекте занимается. И поэтому, если религия говорит, что освоение страны, служба в армии и продвижение государства – это религиозно достойное дело, то найдутся те, кто этим займется. А вот Илдейзм это сказал уже 50 лет назад. И за это время, даже больше, чем 50 лет назад, уже 100 лет назад начал говорить, и за это время уже накопилось достаточное число молодых людей, которые все это реализовали, которые выросли в этом. Не которые, так сказать, лекции об этом прочли, а которые выросли просто с пониманием, что это очевидная заповедь. Есть суббота, есть кашют, есть праздники, есть заселение страны Израиля. Это вот на одинаковом уровне находится. Все это религиозные заповеди. И поэтому все сдвинулось. Но, к сожалению, пока еще молодежь религиозная не услышала тотально от всех, что занятие наукой – это заповедь. Когда она это услышит, тогда найдутся свои религиозные инстейны. Надо только построить ориентацию таким образом в социуме. Да, конечно, у нас есть профессор Алман, он один, единственный, вы от Нобелевской премии, а это докс. А должно быть все. Я сказал, все мое, все наши Криабаса-Бриабаса, да, все мое. Поэтому у нас подход тотальный, мы собираемся съесть все. Вот, например, наука – это фронт, безусловно, сегодняшний, но более-менее отдаленный. То есть отдаленный. То есть, в общем-то, все уже это поняли. Вопрос только в том, как это продвинуть в общество на широких масштабах. А есть другие вопросы, которые еще совсем-совсем не поняли. Пример – феминизм. Феминизм – ужасно сложная вещь. Феминизм, безусловно, является универсалистской ценностью. Как правильно построить еврейский, религиозный, ортодоксальный феминизм? Это совсем не тривиальная задача. Вот здесь нету готовых... Если про науку я вам все сказал, в общем, фактически все. Дальше вопрос только в том, чтобы всех этому научить. То есть дальше утилия организационные. В основном, скажем, в основном. Не только, но в основном. Собссеминизм здесь далеко-далеко нет. Например, в чем суть феминизма? Это очень не тривиальный вопрос. Абсолютное большинство людей, которые считают себя феминистами, отвечают на этот вопрос тотально неверно. Понятно. Потому что они отвечают на этот вопрос поверхностно. Например, равные права. Это первый тривиальный вопрос. Между нами говоря, равные права во всем цивилизованном мире давно достигнуты. Тогда начинается вопрос, а нужно ли равенство, что всюду было поровну. А это не удается достигнуть никак, потому что люди все разные, мужчины и женщины тоже разные. Поэтому пытаться сделать техническое равенство, типа того, чтобы в Кнессе были обязательно равные число мужчин и женщин, то ничего не получится. Теперь. И поэтому феминизм в некотором смысле уперся в некоторую стенку. На самом деле, как я считаю, это уже относится к разработкам, это уже не очевидно. Я лично считаю, что суть феминизма – это проявить в культуре женский голос. Проявление женского голоса в культуре – это является сутью феминизма. В ссоре, извини, я не согласен. То есть проявление женского голоса в культуре, я считаю, что вот это как раз самая-самая суть. И поверхностная. Оно должно заключаться в том, что культура, которая построена до сих пор, ее в основном строили мужики. Чисто количественно. Я уж не говорю про религиозную культуру, которую в теории мужики почти на 100%, на 99%, но и светскую культуру в теории мужики, ну, на 80%. А это неправильно. Это дисбаланс сущностный. Потому что женское начало в мире должно проявляться не менее, чем мужское. И это проявляется не через то, что имеются права. Права само собой. Это только начало дороги. И не в том, что фоймальное равенство. А в том, что женский голос в культуре должен проявиться. Например, в религиозной культуре, которая не проявлена. И его нельзя сделать механически. Его нельзя сделать, присвоив 5-10 или-100 женщинам статус раввина. Это не будет женским голосом в культуре. Он возник не только тогда, когда женщины будут сами изучать всю еврейскую культуру и сами скажут нечто новое в этой культуре. Вот когда они, женщины, изучая культуру, придут к такому уровню, когда они смогут сказать новое, а сегодня это есть, но очень-очень мало. И вот это будет действительно полноценным религиозным феминизмом. Поэтому религиозный феминизм вовсе не стоит в том, чтобы дать женщинам равные права. Это само собой. Без прав вообще ничего сделать нельзя. Но дать права – это только самое-самое-самое начало дороги. Теперь, как вы понимаете, вот то определение феминизма, которое я сейчас дал, ну почти никто из феминистов не скажет. Понятно. Потому что феминизм не доехал еще до такого уровня, чтобы правильно проявиться. Это просто качество примера. Или, например, рассмотрим другую область – искусство. Имеет ли искусство религиозную ценность? То есть всем понятно, что хорошо, чтобы было красиво, а что бы не было некрасиво. И в этом смысле прагматическое искусство, оно выгодно, оно удобно. А просто искусство, оно имеет религиозную важность или нет? Это совсем не тривиальный вопрос. Если мы возьмем искусство изображательское, или даже, точнее, правильно сказать, не изображательское, а украшательское, то в украшательском искусстве с вами все религиозные согласятся. Конечно, украшательское искусство имеет явную религиозную ценность. Смотри, какие соборы обрехали красивые, и там какие фрески или там статуи поставили красивые, или есть евреи, вот такая у нас красивая синагога. Измирает, приятно здесь находиться, или вот нас какую красивую штучку для завдалы сделали, и смирает, какая картина красиво изображает всякую религиозную церемонию. Но это фигня. Это не искусство. Понятно, да? То есть это, точнее, это самый такой низший план с искусства. Что такое настоящее искусство? В сегодняшней точке зрения, да? Искусство – это реализация своего взгляда на мир. Понимаете? Что такое творчество? Это у меня внутри есть нечто, что я хочу, чтобы стало из моего внутри потенциального, стало запечатлено в неком объекте реальности. Этот объект, он объективный, да? Он может быть статуей, картиной, перформансом в самом крайнем случае. Но все равно он, в некотором смысле, даже перформанс. Он в некотором смысле, это как бы самая крайне неотделимая почти часть, да? Но все остальные искусства, они все объективизированы. Вот сейчас театр менее объективизирован, понятно. Но в целом я хочу на той или иной степени реальности, может быть, только сегодня, только в сейчасней реальности, а не в объекте, воплотить некое свое видение мира, свое ощущение, свою собственную душу выточить изнутри и превратить в некий объект реальности. Вот это называется искусство. Правильно? Это определение искусства. Верно? Согласны? Вот такая штука. Все? Ну хорошо, послушайте. Это и есть нормальное, естественное определение искусства. Теперь, вот такое искусство, имеет ли оно религиозную ценность? Это очень большой вопрос. А какую оно имеет религиозную ценность? Ведь мало сказать «да», нужно еще объяснить «как». Вот про науку я же просто вам сказал «да», наука имеет религиозную ценность. Я вам показал на примере конкретного стиха Тары, почему наука имеет религиозную ценность. Все, вот я ее туда впихнул. Теперь ее оттуда не вытащить. Понятно, да? Пусть только вы произнесли, что заповедь на первой стихе Тары в первой книге Бытия говорит о религиозной ценности по цене цивилизации, все, ты науку не можешь уже вытолкнуть из религии. Понятно, да? Ты можешь закрыть глаза, но ты не можешь ее вытолкнуть оттуда. Теперь вопрос только ее в продвижении в массы, так сказать, идеи. А вот с искусством, какая религиозная ценность у вот такого искусства? Это совсем не тривиальный вопрос. Опять-таки, все это Рав Кук нам сделал, на самом деле Рав Кук заложил просто все основы вот этих всех революций. Его объяснение следующее. Ну, я не буду его цифровать, а просто и скажу другими словами. Оно звучит так. Значит, всем нам понятно, что есть важнейший этический принцип монотеизма, который называется имитратор Деи. То есть уподобление Богу. Все знают такую фразу, правда? Что поскольку Бог создает человека по образу и подобию, то чем больше мы будем подобны Богу, тем более полноценным мы будем человеком. Ну, на одной наде. Это вот ее формулировка имитратор Деи. На русском языке имитратор Деи переводится очень редким словом, которое называется обожение, которого большинство не знает. Обожение – это христианский термин, который означает, что человек уподобляется Богу и становится как Бог. Это вот и ровно латинское имитратор Деи. Теперь, так вот, поэтому всем понятно, всем для всех это и реально, что чем человек ближе к Богу, и чем он более подобен Богу, тем он более полноценный человек. И это и есть наша, как бы, суть как людей. Это всем-то и реально. Теперь, но для того, чтобы это обожение или уподобление Богу или имитратор Деи производить, то нужно понимать, чему уподобляться. Уподобляться. То есть, какие характеристики имеет Всевышний, чтобы мы им уподоблялись. Понятно, да, эта фраза? Теперь, значит, я сказал, латинский термин – это имитратор Деи, а русский термин – это обожение, а ивритский термин, он есть в средневековой философии, типа имитратор Деи, но нам хотелось бы его иметь прямо в таре. А не в средневековой философии. Он так и есть там. И он звучит в середине книги Левиц, книги Ваекра, называется он так. «Святый будьте, потому что я свят». То есть, прямым образом, в качестве центрального, религиозного, этического принципа превозглашается уподобление Богу. Дальше, а то, что такое святость, как она анализируется, это уже все как бы детали. Дальше Талмуд это все раскручивает очень подробно и начинает объяснять, что будь милосерден то, что Бог милосерден. И там даже вопрос ставится, что если у нас есть заповедь на диване от филин, наверное, у Бога тоже есть заповедь на диване от филин, и что в них написано. Но это все исходит из того, что не может быть иначе, не может быть неуподобление. Поэтому, какие качества есть у Бога, это вопрос превосстепенный для детализации этики. И для этого нам дана Тара. Тара рассказывает нам про Бога именно для того, чтобы мы научились Богу подражать. Теперь, какое же первое самое описание Бога в Таре? Разумеется, самое первое описание на первой строчке в начале сотворил Бог небо и землю. Бог является прежде всего творцом. Поэтому в той степени, в какой ты творец, ты ближе к Богу. Вот вам вся религиозная база искусства. Просто на одной надежде. То есть, в чем религиозный смысл искусства? В том, что качество Бога это творить, поэтому если ты творишь, то ты ближе к Богу. И это, как только стоит это произнести, как это становится абсолютно тривиальным. Это же всем известно, это абсолютно тривиальная вещь. Только мы не знали, что это и есть аэкадоксальный иудаизм. Мы все прекрасно знали, что человек творец и также Бог творец. И есть творец с большой буквы, есть творец с маленькой буквы, и творец с маленькой буквы подавляется творцу с большой буквы. Это как бы очевидность. Только мы не знали, что это и есть аэкадоксальный иудаизм, и это написано в старе на первой странице. Но только мы это знаем, у нас все современное искусство, И не только современное искусство, а атмосфера творчества, которая суперсовременная вообще в мире, в которой пронизан весь современный мир. Когда творчество является одной из самых главных ценностей современного мира, вот это творчество, которое уж, конечно, одна из важнейших универсалистских ценностей, получает религиозную объяснение, религиозную интерпретацию. В общем-то, это и есть съедание этой ценности. Хочу сказать про другое. Поэтому я не останавливаюсь на всевозможном детальном анализе науки и искусства. Хочу сказать я про другую вещь, которая является настолько тотальной революцией вот здесь вот, что я думаю, что это один из самых главных передовых форпостов, пойми. А именно превращение иудаизма из национальной религии евреев в универсальную религию для человечества. Это гораздо круче, гораздо круче, чем просто интеграция науки и искусства. Это все необходимо, без этого не обойдется, но это гораздо более крутой вариант. То есть, вариант этот выглядит так. Приходит к нам не еврей. Например, филиппинец. Он говорит, здрасте, товарищи евреи. Я филиппинец. Живу на Филиппинах. Хочу жить на Филиппинах. Это какие-то народные филиппины. У нас условный филиппинец. Условный филиппинец. И вот он говорит. Читал я здесь книжку, называется Библия. Танах. Говорят, вы, евреи, ее записали. Мы говорим, да, конечно, это мы. Говорят, отличная книжка. Считаю Танах и, безусловно, верю, что Бог ее вам дал. Много ли здесь людей вообще на земле, которые считают, что Бог нам дал Танах? Вопрос, контрольный к вам. Много ли людей на земле считают, что Бог дал евреям Танах? Два миллиарда, правда? Два миллиарда христиан верят, что Бог дал евреям Танах. Мусульмане не очень верят, допустим, но неважно. Но два миллиарда христиан достаточно много. Так вот он говорит, даже очень часто говорит, я раньше еще и Новый Завет читал, сейчас я понял, что Новый Завет ничего нового не сообщает. Я верю в Танах. Скажите мне, это, конечно, изменение, это же не совсем христианин. Он говорит, ну вот там написано, что вы евреи светоча народов мира. Порок Исаии написано, читал я. Скажите, это правда или нет? Он говорит, конечно, правда. Разумеется, мы евреи светоча народов мира. Он говорит, как хорошо. А теперь не можете ли вы меня научить, как мне, филиппинцу, правильно религиозно жить? Вот я, филиппинец, верю, что Бог дал вам Танах, что вы светоча народов мира. Научите же меня, наконец, как мне, филиппинцу, правильно строить свою религию. Какие заповеди соблюдать, какие законы делать, как правильно жить. Вы же светочи. И тут мы говорим, не знаю, что делать. Он говорит, что обрезание надо делать. Мы говорим, нет, он же не еврей. Он собирается быть евреем. Да нет, не собирается. Он говорит, а что, надо быть евреем? Мы говорим, да нет. Бог всех правильных людей, всех народов, всех, это самое, необязательно евреев. Он говорит, ну хорошо, прекрасно. Я хочу быть филиппинцем. Объясните дальше. Делается чего? Как жить? И вот мы для этого сами не готовы. А таких людей приходит все больше. Откуда такие люди появляются? Они появляются не потому, что они начитали Станаха. Совсем не поэтому. А потому что есть такая штука государства Израиль. И это государство Израиль по всему миру какит огромную волну. Эта волна, это не волна техническая, это волна духовная. И разные люди попадают под влияние этой волны. Простейший вопрос. Возьмите среднего человека в мире, пусть он вам назовет десяток самых главных стран. Так вот, Израиль туда попадется. Что не соответствует ни экономическому статусу Израиля, ни политическому, ни военному. Ничему не соответствует. И тем не менее все знают. И вот эта вот волна, которая идет, а особенно он приезжает в Израиль и сходит с ума. То есть натурально, это не в смысле сумасшествия, а потому что мы действительно совершенно не осознаем, какую мы провернули тотальную революцию за это время. Так вот, люди начинают восхищаться Израилем и начинают копать дальше. А раз они восхищаются Израилем, то они приходят к аударизму. Здесь, конечно, можно вспомнить русскую летопись в повесть временных лет, когда князь Владимир, желая взятия лигию, призывает себе там еврея, христианин и мусульманина и спрашивает у еврея. Он у нее не спрашивает, во что вы верите. Он говорит, где ваша страна. А евреи ему отвечают, наша страна Иерусалим. А он им говорит, я знаю, что ваша страна была Иерусалим, а сегодня где ваша страна. Еврея ему говорит, Бог за грехи и знал нас из нашей страны. На что Владимир говорит, ну вас изгнали из вашей страны, что же вы вообще пришли проповедовать свою религию, до свидания. И естественно, если евреев самих изгнали, как можно и евдоизм принимать. А ведь сегодня все иначе. И поэтому, когда Владимир, условный Владимир спрашивает евреев, где ваша страна, мы говорим, да, Иерусалим. Он говорит, о, действительно, смотри, какая чудесная страна, каких результатов добились, совершенно на пустом месте построили страну, фига себе, действительно интересно. То есть построение Израиля – это самый лучший пиар иудаизма. Это мы не осознаем. В нашем сознании национальное, государственное, религиозное, универсальное разделены. И поэтому внутри евреев все время споры. Ты за государство, ты за религию, государство светское, религия отделена от государства, не отделена. Иудаизма – это все только мы внутри себя. Снаружи все тотально иначе. Снаружи что Израиль, что евреи, что иудаизм ровно одно и то же. Поэтому успехи Израиля – это самый лучший пиар иудаизму, который есть в мире. И поэтому приходят неевреи и начинают говорить, ребята, а как же нам правильно жить? И тут оказывается, что поскольку мы жили в Норте, как бы нас не съели, то мы совершенно забыли, как нужно других-то учить. Потому что не до того было. А их теперь все больше. И поэтому нужно совершенно срочно перестраивать иудаизм на рельсы универсальной религии человечества. Вот это движение называется Брейнох. Вот я в Шерке как раз недавно создал ешиву для вот этих же Брейнох, которая занимается разработкой универсального иудаизма для человечества. То есть приходит нееврей Вася. Или там, как там зовут, этого самого филиппинца. И говорит, я хочу быть филиппинцем. Объясните мне, как правильно быть филиппинцем, религиозным, с точки зрения иудаизма. То есть оказывается, он хочет быть филиппинцем иудейского вероисповедания. И все тотально меняется, совершенно другая картина. Не успею я вам все это рассказать. Еще не будет центра в Москве лет 10-15. Просто потому, что все заняты совсем деудим. Главное пространство это Европа, Америка и христианские страны Нового Света. Вот там самые острые процессы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова